Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об одном из самых значительных сражений Великой Отечественной войны, Курской битве и о той мифологии, которую сопровождают уже несколько десятилетий. В середине июля я сделала короткий ролик про Хоровское поле и полетели мне негативные комментарии, мол, все это обман, 12 июля не было никакого танкового сражения, все это фейк и что вы тут разводите в очередной раз. Ситуацию подогрело и заявление немецкого журналиста, который потребовал снести памятник колокольную, установленную на Прохоровском поле, именно в силу того, что как раз не было там победоносного сражения советских войск и нечего там памятники устанавливать. За разъяснением по этому вопросу я решила обратиться к историку и позвонила Александру Волнычу Кулпакиде. И он, в свою очередь, адресовал меня к человеку, который изучил Курскую битву вдоль и поперек и намного компетентнее в этом вопросе российский историк Замолин Валерий Николаевич. Кроме того, Валерий Николаевич живет в самой Прохоровке и имеет возможность изучать битву и на местности, и встречался с ветеранами, которые посещали в юбилейные годы место сражения. И сегодня он удостоил нас чести побеседовать на тему Курской битвы и мифологии вокруг этой битвы. Здравствуйте, Валерий Николаевич, большое спасибо, что откликнулись. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение, буду рада ответить на ваши вопросы. Чем могу, тем помогу. Честно говоря, меня Александр Валерий Николаевич предупреждал, что будьте готовы к тому, что много из той правды, которую вы услышите, вряд ли вам понравится. Но я, честно говоря, апологет лучше горькой, но правды. Потому что, когда ты знаешь правду, мне кажется, ты как раз менее уязвим. И именно потому, что сегодня есть споры, есть вопросы по поводу 12 июля и Прохоровского сражения, как такового, мне как раз хотелось бы прояснить этот момент. Но прежде чем начать с 12 июля, давайте немножко вкратце пройдемся по тому, с чего началась эта битва, как она начиналась, кто ее начал, в какой боевой готовности были и наши войска, и немецкие. Курская битва – это одно из самых крупных, фундаментальных событий и Второй мировой войны, и Великой Отечественной войны в целом. В советской историографии была сформирована точка зрения, я полностью с ней согласен, что с момента завершения Сталинградской битвы и до выхода советских войск в Днепру, вот этот период – это период коренного перелома Великой Отечественной войны. Когда что вкладывалось в этот коренной перелом? В советское время нельзя было педалировать такие вопросы, как превосходство вермахта над Красной Армией. Об этом априори говорили историки, упоминали. Но говорить о том, что мы были бедные, и многие вещи, которые происходили, связанные с высокими потерями и с низкой подготовкой командного звена, ведь мы к планету не готовы были. То есть вот об этом напедалировать на это было не принято. Потому что советская власть, необходимо было показать, только показывать достижения коммунистической партии и советской власти, и она действительно была достижением большим. Но вот проблемы фундаментальные советские военные историки, а именно они стали основоположниками изучения Курской битвы, они на эти вопросы не уделяли и должного, и необходимого внимания. Да и опасно это было. Потому что вся историография Курской битвы и Великой Отечественной войны, она была, в общем-то, нацелена на... Изначально она была нацелена в помощь пропагандистам, которые работали, боролись с искажением истории, и с нашим потенциальным противником, с их идеологическими органами и так далее. Так вот, вернемся к коренному перелому. Коренной перелом – это, в сути, что? Это когда в этот период, после Сталинграда и выхода в Днепру, в этот момент Красная Армия уничтожила последнее, что оставалось у вермахта, вот в запасе, подготовленный до вторжения и в первые месяцы вторжения в Советский Союз, хорошо обученный, прошедший определенный опыт горнила войны, личный состав и командный состав. После Курской битвы немецкие войска на Восточном фронте понесли очень большие, относительно тех потерь, которые были, большие потери. И если грубо говорить, то по индивидуальной подготовке, по уровню знаний, опыта этой войны, то есть Великой Отечественной, не гражданской, а вот ситуация была такая. Вот были немцы, а вот были советские войска. Команды составлены. А вот после Курской битвы и выхода к Днепру, после тех потерь, которые понесли обе стороны, несмотря на то, что мы больше, немцы меньше понесли, ситуация сложилась вот такая. То есть мы уравнялись. Мы уравнялись. И уравнялись. И вот потом, когда сравнялись, и по уровню подготовки, и по насыщенности вооружения, и по опыту командного звена. Командного не только высшего, но и среднего звена, да? Да, да, да. Опыт, опыт, понимаете? И вот с этого момента мы начали воевать на равных. И тогда война пошла по-иному. Не сразу, не координат, ну не сразу, вот вышли к Днепру, и сразу ситуация была совершенно, и показалась совершенно иной. Нет. Но война перешла в другую качественную стадию. Вот это является содержанием, глубинным содержанием коренного перелома. Мы сравнялись. Мы до этого, ну если для широкой аудитории, грубо сказать, до этого мы учились воевать. Курск особенно, прежде всего, подготовка к Курску, а она длилась, по сути, где-то с марта, когда закончились, конец марта, апрель, да, апрель, май, июнь. Это вот начало... То есть наше командование, оно уже знало, что будет здесь именно сражение. Вот эта подготовка и сама Курская битва, это для Красной армии, для военно-политического руководства страны, был настоящий экзамен. Красная армия после Курской битвы, это была совершенно другая армия. Бывший командный состав и верховный командующий, и ставка перед летними боями 43-го года, перед летней кампанией. Курская битва, название, это было потом уже пошло в массы, да. А до этого, до начала событий под Курском, это все готовились к летней кампании 43-го года. И вот подготовка к летней кампании, это была не просто подготовка вообще к летней кампании, 42-го, 43-го, это была подготовка инструмента главного вооруженных сил страны для полного освобождения оккупированной территории Советского Союза и дальнейшего уничтожения нацистской Германии. Эту задачу Сталин поставил в приказе в честь, который он озвучил, подписал и озвучил в честь 23 февраля 43-го года, годовщине создания Красной армии. В приказе там четко было написано, что враг понес тяжелые потери, ему нанесено большое поражение на Волге и предыдущих боях, но он далеко не разгромлен, и наша задача мобилизовать свои силы и к концу года отбросить его с нашей земли. То есть первоначально ставилась задача после Сталинграда, конечно, это была определенная эйфория, но задача стояла такая, с конца 43-го года полностью очистить оккупированную территорию Советского Союза от вооруженных сил нацистской Германии. Как мы знаем, этого не произошло, но вся работа военно-политического аппарата, органов власти Советского Союза весной, в преддверии Курской битвы была направлена не только на подготовку, во-первых, на определение района, где будут происходить основные события, но летние кампании, веселые летние сначала, потом уже летние, потому что ждали наступления немцев, но и прежде всего формирование вот этого инструмента, подготовки, подготовка шла, инструмент это вооруженных сил, то есть подготовка Красной Армии к решению главной задачи. Работа была разноплановая, очень большая, организационная, советская сторона проявила чудеса организаторских способностей, это, кстати, признаю, это не моя выдумка, это признают и наши враги, которые были, участвовали в Курской битве, в частности, можно прочитать, это четко прописано в воспоминаниях Монштейна, он пишет, что мы были поражены, мы столкнулись под Курском с Гидрой, мы были поражены теми способностями, организаторскими, которые проявила советская сторона при мобилизации страны и вооруженных сил в борьбе с нами. Да-да-да, я читала, он писал, что мы рубим одну голову, а на ее месте вырастают две. Да, да-да-да, совершенно верно. Вот это не метафора, это действительно так. Советское руководство, опираясь на опыт, вот прежний опыт почти двух лет войны, оно постаралось, во-первых, максимально решить проблемы, которые были очевидны для вооруженных сил, для Красной Армии. Это касается и структуры, и подготовки личного состава, были активно, начали вводиться корпусные управления, начали активно развивать подготовки, совершенно по иной системе начали готовить кадры, огромная работа была проведена по комплектованию. Ведь весь народ был, по большому счету, все население было разбито на группы, и это все население работало на войну. Необходимо было сделать так, чтобы и не галить промышленность, и государственный аппарат, и сельское хозяйство, и другие отрасли страны, в то же время укомплектовать вооруженные силы в необходимом объеме, подготовить резервы для этих вооруженных сил, потому что потери и убыль будет колоссальная, потому что оборонительные бои, в которые вела Красная Армия в прежние годы, в том же Сталинградской битве, она показала, потери были огромные, а наступлений, когда она перейдет Красная Армия, потери будут еще больше, это по определению понятно. Вот, поэтому готовились, и уже сформированные соединения, комплектовались до штата необходимыми силами и средствами, но и готовились, готовилось пополнение, и солдаты учились, и готовились офицерские кадры, и так далее, и так далее, то есть новые вводились в строй, началось выпускаться новые типы вооружения, техники, и так далее, и так далее. То есть, вот в Курской битве Красная Армия практически, во многом, не полностью, вот этот план подготовки, он был выполнен, и она пришла уже, мне часто встречается, когда с ветеранами я встречался, они мне говорили, вот, к Курской битве Красная Армия уже была другой. Это ветераны, как говорили? Да, она, да, она другой, особенно после Курской битвы, потому что, это не только внешний облик, появились погоны, новая форма, там, гимнастерок, там, и так далее, и так далее, а это было, это, по сути, была другая армия. Подчеркиваю, особенно после Красной Армии, после Курской битвы. Почему? Потому что перед Курской битвой была еще неуверенность, и была неуверенность у многих, была вера, что мы победим, но уверенность, что мы действительно летом сделаем огромное дело, и мы сломим хребет той ударной группировки, которая была нацелена на Курск, а потом ее опрокинем к Днепру, вот так быстро, июль, Прохоровка, сентябрь, Днепр, вот так решительно, вот такой уверенности абсолютно у большинства не было. Ну да, собственно говоря, тут ведь еще и была, опять же, потеря Харькова, как раз весной, то есть мы вынуждены были оставить Харьков. Ну, для нас 41-й, 42-й, 43-й, это примерно то же, что 812, 813, 814 год, правильно? А вот для людей, которые в 43-м году планировали Курскую оборонительную операцию, а потом операции и высшее политическое руководство, я имею в виду, и люди, которые сидели в окопах, для них 42-й год, это был прошлый год. Все прекрасно видели, они помнили, они помнили захват, повторный захват Харькова, они помнили, как немцы очухались и нанесли мощнейший удар сразу по двум фронтам, по юго-западному Воронежскому, как 150 километров были вынуждены оставить наши уже освобожденные территории, за месяц были вынуждены оставить наши, эти два фронта, и как катилась вот эта бронированная волна зимою по Черноземью и по Украине, по Черноземным властям, какой был, в том числе и страх был, ведь немцы выскочили к Белгороду, и если бы вот не ситуация, которая сложилась и с погодой, и с теми, непонятно было, где бы, вот эта ударная группировка, Майнштейна, которая двигалась, непонятно, где бы ее остановили, да, остановили, потому что армия Катукова уже была под Курском, шли 6-21 и 64-я армия шли со Сталинграда, безусловно, в районе Курска немцы посылили, но где? И вот все это у всех было на слуху, на виду, все помнили, и естественно, армия понимала, что армия, я имею в виду личный состав, понимала, что война все равно будет, победа будет за нами, но до нее еще очень далеко, и положим мы не одну тысячу жизней, вот, а военно, для военного политического руководства было очень важно, правильно, наконец-то, правильно все спланировать, и удачно для нас начать летнюю кампанию, летняя кампания, и вот удачно начать, я имею в виду, вот именно удачно, потому что удача для военачальника, для полководца, это очень большое дело, почему, в любой армии существует много структур, которые помогают полководцам, военачальникам правильно принимать решения, это и разведка, и контрразведка, и их опыт, и мастерство, и так далее, это все, это в комплексе, но главное, главное, это противник, его никто никогда до конца просчитать не может, и опасность того, что противник может понять, как ты будешь действовать, и какими силами, и где, и да твой план подготовить более эффективные средства отражения этого плана, всегда существует, поэтому весною шла борьба, шла борьба и в Берлине, и в Москве, за то, чтобы разработать наиболее эффективный, неожиданный план, ну, проще всего, эффективный план для решения задач, которая стояла перед каждой стороной, для немцев стояло, для немцев 43-й год был, это последним годом, они считали, что это последний год, который, в ходе которого будут участвовать, Германия будет вести войну только на один фронт, на Восточный, они четко понимали, что в следующем году союзники будут вынуждены вступить в войну, под влияние объективных факторов, прежде всего, под влиянием, под давлением Москвы, они несколько раз переносили уже, сколько же можно, и Гитлер понимал, что и война на два фронта уже очевидна, и в то же время 2200 километров фронт советский, германский фронт, который был, к апрелю стабилизировался, вот этот весь фронт, теми силами и средствами, которые у него есть сейчас, удержать крайне сложно. Ну вот, кстати, о подготовке как раз немецких войск, ведь, собственно говоря, мы так смогли хорошо подготовиться, именно потому, что немцы нам дали эту передышку, ведь битва началась 5 июля, хотя ее ждали и в мае, и в июне, вот, и опять же, сюда, я так понимаю, на эту битву, к этой битве немецкое командование тоже подготовилось, там тоже была большая работа, и здесь появились новые типы машин, такие как «Тигр», «Фердинанд», «Пантера», насколько вот я понимаю, до этого, как бы, вот такого массового производства этих машин, и вообще этих машин не было, а у нас не было орудий, способных эффективно уничтожать всю эту технику. Вот, из-за того, из-за дефицита сил и средств, которые испытывала в этот момент Германия, немецкое командование, военно-политическое руководство, акцент был сделан на качество. Гитлер Чуманштейну в апреле Сортеттиода сказал, «Солдатами мы не навоюем, их у нас и так мало». Акцент надо сделать на качество, прежде всего, бронетехники, авиационного вооружения и на качество управления войсками. Вот на эти основные факторы и был сделан акцент при подготовке наступления на Курск. Но к тому времени, к апрель, май, когда решались вопросы наступления, вермахт уже был не способен решить задачи, которые были вложены в план цитадели. План цитадели это наступление на Курск. В боевом политическом руководстве была необходима небольшая победа в средней битве или в среднем сражении. То есть решение небольших задач для того, чтобы укрепить веру в то, что мы еще можем. Во-первых, укрепить блок союзный, который начал разваливаться. И вообще военные считают, что активная активность на Восточном фронте, активная оборона, она более эффективна, чем пассивная. То есть если мы будем наступать в нескольких местах или в одном месте и достиг определенных результатов, то советская сторона будет обороняться, у нее не будет возможности перейти, сконцентрировать на каком-то участке фронта большие силы и решительным ударом прорвать его и развить успех. То есть цитадель это мера вынужденная. И это все прекрасно понимали в руководстве военно-политическом. И понимали, что реализовать, военные прежде всего, понимали, что реализовать план в том виде, который он есть, невозможно. Но как немцы писали, провести небольшое кровопускание крайне важно. Особенно хотел это сделать вот кровопусканием в кавычках Красной Армии. Хотел сделать командующий 4-й танковой армии год, армия которого была основной при наступлении на Курск с юга. Он уж просчитал ситуацию, в общем, был толковый, опытный военачальник, просчитал ситуацию, считал, что уже сейчас, в марте-апреле 45-го года в южной части советско-германского фута, в южной части Курской Дуги находятся 8 танковых корпусов, которые мы знаем, немцы, плюс еще то, что мы не знаем. вот вся эта махина, если двинется, каждый танковый корпус, это 200 танков. Если эта махина вся двинется весной, летом 43-го года на нас, даже при качественном превосходстве немецкой бронетехники, противотанковой вооружения и так далее, мы не сможем удержать, она просто сомнет нас. и вот год предложил в мае 43-го года Манштейну скорректировать, ну, не официально, но скорректировать план действий. Он пригласил его в квартиру Богатухова и сказал примерно следующее, это вспоминает, потом вспоминал его начальник штаба. Он предложил провести цитадель на юге Курской Дуги следующим образом. Значит, четко выполнять план цитадели, как изложен Берлином. Но главное хорошо проработать первый этап прорыв к Прохоровке, в район Прохоровке, потому что первоначально планировалось прорыв вдоль дороги на Обаянь, строго на север и там соединиться где-то в районе западнее Курска. А он предложил ударить северо-восточнее, то есть в район Яковлева, излучина реки Псел и дождь выйти, дождь и гров. То есть восточнее Прохор, восточнее Курска. И это общий план наступления, он был согласован с Берлином. Но вот прорыв до Псла, до реки Псел, то есть района Прохоровке, это главное сделать быстро, решительно, сесть ежом, ждать, пока русские подтянут оперативные резервы, подвижные, танковые. Почему? Потому что танковые резервы это наиболее эффективное средство блокирования прорыва. Быстро броневая защита, это элементарная вещь. он понимал, что если за день, два, три его ударная группировка выйдет к Прохоровке, то советская сторона на третий, четвертый день уже бросит в бой крупные танковые резервы. И тут начнется танковая бойня. Кто кого? То есть вот то кровопускание, о котором мечтал год. И объяснял своему начальнику Манштейну, командующему группой армии. Вот когда и планировалось, что сюда подойдут значительное количество бронетехники, то есть несколько танковых корпусов. Потому что год решил очень быстро решительным рывком выйти к Прохоровке. А решительный рывок, естественно, на решительный рывок советское командование будет отвечать решительным массированием сил и средств. То есть бросать все, что можно. Главное, чтобы остановить. Вот такой план ударить, прорвать и чуть остановиться, чтобы встретить с места танковую лавину, вот грубо, да, вот по такому принципу строился план наступления ударной группировки ГОТА с юга. И он, в принципе, этот план понравился Манштейну, и они, в принципе, выстроили бумаги, документы, руководящие, таким образом, чтобы, да, мы так и сделаем. Никто не отменял после вот этого разговора, никто из генералов не пытался формально отменить цитадели. Все это было в рамках цитадели, но ГОТ Манштейну во время разговора, вот это обсуждение, сказал, что мы это все проводим в рамках цитадели, но мы после того, как проведем вот это сражение в районе Прохоровки с танковыми резервами, посмотрим, останутся у нас силы для прорыва дальше Курску, то есть для реализации цитадели в целом или второго июля. Давайте скажем тогда, что все-таки изначально план цитадели был взять в клещи вот эту дугу замкнуть. План цитадели это план операции, наступает план наступательной операции, судью, которой было окружение центрального Воронежского фронтов в районе Курской дуги. Курская дуга или местность западнее Курска была освобождена советскими войсками в ходе наступления, февральского наступления 43-го года. В феврале 8-9 февраля Курск был освобожден, дальше советские войска пошли в наступление, дошли до Севска, в чем-то там бои шли. Вот в феврале сформировалось вот этот Курский балкон, как немцы его называли. После тяжелой Харьковской оборонительной операции Курская дуга приобрела вот ту известную форму, которая вошла в историю Великой Отечественной войны. Она была очень удобна и для советской стороны, и для немецкой. То есть переход наступление в конфигурацию позволяла нанести фланговые удары как советским войскам, так и немецким. Вот советское командование в апреле с 18-го года решило, что подождать, подготовить мощную оборону и подождать гостя, чтобы гость пришел на нашу оборону, истребить его бронетехнику, вооружение, и потом ослабив гость, в кавычках, противника, перейти самим наступление и выйти, очистить территорию Украины. Вот этот план был сторон, но немцы, мы понимали, что наш план, он реализуем в любом, в советском военно-политическом руководстве понимало, что этот план реализуем в любом виде. Почему? Потому что с февраля 43-го года начали формироваться стратегические резервы. До этого у нас таких больших резервов не было. Был создан сначала резервный фронт, потом его переименовали степной военный округ и так далее. Это мощнейший фронт. То есть за центральным воронежским фронтом, которые находились в Курской дуге, был сформирован еще один степной военный округ, который имел две задачи. в случае прорыва противника обороны остановить его и уничтожить. А если эти два фронта центральный воронежский смогут остановить противника, то на второй этапе Курской битвы перейти в наступление в направлении Украины и развить успех до Днепра и дальше. То есть советское военное политическое руководство изначально себя обезопасило при любом развитии летней кампании. А военно-политическое руководство Германии понимало, что или пан или пропал. Понятно. То есть это несколько авантюрный такой план. Тут вот или мы победим в этой кампании, проведем удачно эту операцию и тогда будет передышка. Тогда начнем мы если срезать Курский выступ, она там значит по линии фронта это 600 километров, а если у основания это чуть больше 200 220-250 километров. То есть фронт сразу на 200 на сузится на несколько сот километров, войска значит освободятся, соответственно уплотнится линия фронта, оборона, появится возможность сформировать резервы и так далее. Об этом кстати и Манштейн пишет, что мы рассчитывали, что вот если срезаем Курский балкон, не уничтожим эту группировку Центрального Воронежского фронта, ну хотя бы вытолкнем их оттуда, то уже будет хорошо. Но это хорошо было, хотелось бы, но то, что это практически невозможно, даже понимал год, поэтому он Манштейну сказал, что давайте мы доедем до Прохоровки, проведем это сражение, а потом посмотрим, в каком состоянии войска наши выйдут, и потом уже будем планировать, по итогам этого сражения будем планировать, будем ли мы в состоянии двигаться дальше, или надо включать заднюю скорость и так далее. Но в любом случае вот этот план Гота он был интересен и для Манштейна, и для Гота чем? они рассчитывали обескровить до такой степени советские войска. Они понимали, что курс не возьмут, а следовательно не уничтожат весь центральный Воронежский фронт. Но вот в районе Прохоровки устроить бой такую, чтобы пустить кровь и чтобы ослабить настолько, чтобы отход дальше на Украину был более легким. Ну это я как говорят военные на пальцах это все, да? Там несколько план было многослойным, много планов и так далее. Но суть вот этих событий вот был такой. И примерно по этому плану действовали войска группы армии Юг, то есть ударная группировка Манштейн действовала с 5 июля. Наступление 5 июля официально началась Курская битва. Хотя Валерий Николаевич, вот тут как раз я столкнулась с одним из первых мифов о том, что прежде чем началось наступление немецких войск, наши войска провели успешную контр подготовку, тем самым нанеся значительные потери немецким войскам. Но как оказалось на поверку и в общем-то долгие годы оставалось именно так так тактовалось, что наша контр подготовка нанесла ущерб немецким войскам. Но на самом деле как оказывается практически мы стреляли по воробьям в холостую. То есть изначально на первом этапе все-таки мы здесь несколько просчитались. Значит к 5 июля был разработан план летней кампании. В нее вот в этот план вошли три крупные операции. Курская оборонительная Центрального Воронежского фронта, Орловская наступательная получившая название Кутузов и Белгородская Харьковская полковая струмянцев. Из всех трех операций Белгородская Харьковская была самая неподготовленная. То есть общий контур были, наметки были, были предложения очень толковые от командования Воронежского фронта, но вот плана самой этой операции не было. Зато план Курской оборонительной операции и Орловской был разработан от и до и очень тщательно. Одним из пунктов Курской оборонительной операцией, главная целью которой было остановить немецкие наступления, было на самом начале, первые пункты были, это удар по аэроузлам немецких ВВС в районе Курской дуги перед тем, как они перейдут наступление, за несколько часов. И второй пункт это открытие упредительного артиллерийского огня, то, что в истории получило название контр-арт-подготовка. То есть за несколько часов, за несколько десятков минут желательно до того, до начала решительного рывка противника. Все обе, оба эти мероприятия были нацелены на нанесение максимального урона наступающей ударной группировки противника на исходных позициях, на аэродромах и на местах, где развернулось войска, которые вот-вот готовятся перейти в атаку. Обе, в оба этих пункта, к сожалению, в полной мере того эффекта, который ожидал советское командование, не дали. Почему? Потому по авиаударам немцы уж к этому времени имели хорошую, уже технику хорошую, ну то есть, грубо говоря, радары имели. И когда и аэроузлы все, которые были предназначены для ударов, они укрепили, были там созданы очень мощные группировки зенитные. и система обороны любого аэродрома крупного, не вооружая аэроузла, была настолько хорошо отработана, что советским самолетам просто не дали долететь по основных аэродромам. когда они начали подходить к этим аэродромам, уже были в воздухе подняты были все самолеты, истребители и так далее, и так далее. Это первое. Второе, очень большую роль в этом сыграла слабая подготовка летного состава и 2-й воздушной армии, 17-й воздушной армии, потому что удары планировались ночные, ночные полеты, а советские летчики, ну, я знаю, в некоторых дивизиях собралось один-два от человека, который выполняли вылеты, ночные вылеты, и самолет человек садить за рычаги самолета, и давать ему приказ, чтобы ночью он летел кого-то, бомбил, он вообще никогда не летал ночью, понимаете, ситуация. Ну, там еще несколько организационных проблемы были, то есть, вот, план был хорош, но реализовать его практически не удалось, вот, воздушных ударов, эффективность была, ну, почти нулевая, но потери, которые понесли ВВС и Воронежского фронта, и Юго-Западного фронта были ощутимы. Теперь ко второму пункту. Второй пункт был реализован частично. Удар, почему? Для контр-арт-подготовки или для предупреждающего удара артиллерии было очень важно понимать не только районы, куда немцы подойдут и подведут свои ударные группировки или там штурмовые батальоны будут находиться перед началом РМП, но и время. В советской историографии вот это мероприятие контр-подготовка подавалось как не только изюминка очень такая толковая, но и мероприятие, которое хорошо было проведено без сучка и задоринки. Хотя уже в 60-е годы в своих воспоминаниях маршал Советского Союза Жуков, который одним из авторов Курской оборонительной операции писал, что мы не смогли с тем уровнем технического оснащения артиллерии и разведки мы не смогли четко и точно определить ни районы откуда немцы смогут ударить основными силами не время. Хотя разведка определила, что в ночь на 5 июля немцы перейдут наступление, что 2 часа или 3 часа не перейдут наступление. Тем не менее это не дало возможности четко определить время. Контр-подготовка была открыта, там были вынуждены советские войска открыть огонь, не так планировалось, а в 2 этапа. Сначала дело в том, что немцы 4 июля предприняли в рамках операции Цитадель в районе на правом фланге Шестфордейской армии Воронежский фронт предприняли частную операцию по захвату боевого охранения дивизий, которые там находились, двух дивизий и высот. Причем операция была такая, она частная, но было привлечено значительные силы. И когда был нанесен этот удар, то советская сторона поняла, что вот что-то начинается крупное или сейчас, или потом. Для того, чтобы упредить, начала, провела контр-подготовку частично первую, потом, это было в районе 10 вечера, а потом уже в ночь непосредственно был открыт огонь. все это как-то вскомканно получилось. Но только в одном месте контр-арт-подготовка, которая планировалась, была проведена практически по плану и нанесла существенный урон наступающей стороне. И сработала примерно так, как она должна была сработать. Это в полосе 7-й гвардейской армии Воронежского фронта. Это левое крыло. Тут сработал фактор местности. 7-я гвардейская армия занимала оборону практически на всем протяжении, за исключением небольшого участка, вдоль реки Северский Донецк, по берегу. И где немцы будут форсировать реку, было очевидно и четко установлено. И когда огонь советская сторона открыла именно в тот момент, именно по тем местам, штурмовым батальонам и группам, которые перешли наступление. В результате был нанесен существенный урон на исходных позициях и живой силе, и технике, а главное в том числе вот эта артподготовка сорвала переправу одной из трех танковых дивизий, нацеленных на прорыв рубежа 7-й гвардейской армии генерала Шумила. Шестая вот эта танковая дивизия, третья, которая должна была идти, она весь день простояла на месте на правом берегу северского Донца. и она была очень важна и очень нужна для прорыва рубежа. советская сторона сумела вот так провести эту артподготовку, мосты были взорваны, подходы и так далее, и так далее. Вот эта эффективность на участке 7-й гвардейской армии, вот это мероприятие показало свою высокую эффективность, и она была действительно а на Центральном фронте контр-артподготовка во всех она была там план был очень сложный одна армия начинает подготовку в одно время там 70-е там 70-е в другое время и так далее то есть огонь должен был открываться разновременно это это было нехорошо и показало свою неэффективность и по большому счету мероприятие вот контр-артподготовка на Центральном фронте то есть на севере Курской дуги она была стрельба по воробьям как вы сказали это чистая опять же 5 июля все-таки немецкие войска пошли в наступление и прорвали в первый же день первые два рубежа у нас 4 рубежа была оборона у нас достаточно глубокая была оборона да но первые два рубежа прорвали углубились на 35 километров и многие говорят о том что это была ошибка Ватутина и то есть это командующий Воронежским фронтом да и вообще как вот если мы так долго готовились все замечательно планировали почему вдруг в первый же день мы позволили немцам прорваться так глубоко давайте давайте сразу оговоримся значит в полосе Воронежского фронта да было три рубежа это три четыре рубежа три армейские оборонительные полосы для самой укрепленной и фронтовой рубеж который находился за Прохоровкой она находилась в системе третьей тыловой полосы дальше все эти три армейские рубежа три армейские полосы они были заполнены войсками они были укреплены войска сидели сидели в окопах и ожидали ну грубо говоря ожидали противника когда у нас а вот то что за Прохоровкой был армейский рубеж фронтовой рубеж извините там войск не было там были траншеи там были минные поля определены там были огневые точки подготовлены но войск не было вот в этом суть вот очень важно говорят потом что вот если бы Прохоровку взяли немцы вышли на оперативный они бы не вышли они бы уперлись в этот фронтовой рубеж но там войск не было поэтому необходимо было подвести войска это мы об этом чуть позже поговорим так вот три действительно в первый день наступления немцы смогли прорвать первую наиболее укрепленную нафаршированную всеми новинками того времени инженерными заграждениями и сооружениями полосу для советской страны это был определенный шок потому что действительно полоса была создана до этого такого рубежа оборонительного никто не строил ни немцы ни наши строили три месяца на этом рубеже находились войска предполагали что немцы смогут прорвать но что такое предполагать и видеть это две большие разницы да тем не менее немцы прорвали оборону там где предполагал Ватутин командующий военную что немцы могут прорвать то есть это было ожидаемо да ожидаемо он он примерно он как бы вот они прорвали рубеж на всю глубину в районе Баянского шоссе он приглашал грубо говоря приглашал их там прорвать потому что согласно плану оборонительной операции он хотел чтобы именно туда в первый день операции немцы ударили вошли и тут вот после этого предпринимания он планировал несколько мероприятий которые бы позволили быстро блокировать этот прорыв то есть они прорвались а наши с флангов их зажали получается как бы он планировал зажать в тиски танковые и так далее между речками но ситуация развивалась чуть по другому они действительно прорвали этот рубеж первую полосу они действительно прорвали но очень быстро очень быстро уже в первый день в то же время вторая наиболее мощная группировка то есть по численности большая группировка 48 корпус который двигался от Тамаровки на Черкасское и должен был соединиться с корпусом СС в районе Яковлев он целый день простоял у этого оборонительного у села Черкасского он не смог прорвать рубеж так стремительно как это делал удалось корпусу СС это для советской стороны было и хорошо и в то же время удивительно потому что ситуация по другому развивалась обстановка развивалась по другому а вот на второй день советская сторона планировала провести мощный удар контрудар который бы смог отбросить ударную группировку на исходной позиции но контрудар не удался потому что там сложились несколько ситуация не так начал развиваться были ориентированные трудности и так далее плюс контрудар запланирован был и этот контрудар который планировался 6 июля с целью остановить он заранее планировался его не удалось было невозможно провести так как ожидалось и об этом командующий первой танкой в армии Катуков сказал Ватутину что если мы проведем этот контрудар мы можем сейчас угробить армию но если не всю то половину так сложилось что в этот момент Сталин позвонил Катукову Катуков свою точку зрения высказал Сталину и этот контрудар отменил хорошо это плохо историки спорят но контрудар 6 июля не был реализован по плану Ватутина в то же время немцы используя вот эту методику прожигания рубежей почему в первый день сразу они смогли целую полосу прорвать не только потому что там дивизия была вытянута в ниточку полки то есть один за одним выстроено не шелонировано было это не только из-за этого а еще и благодаря эффективной тактике прорыва они на узком участке сконцентрировали в частности корпус СС сконцентрировал колоссальные силы и средства и он практически прожег вот этот главный рубеж первую главную полосу и по такому же принципу они попытались прорвать вторую полосу 6 июля вторая полоса была менее укрепленная чем первая и этот рубеж они прорвали быстрее но войска которые Ватутин подвел для контрудара танковые войска прежде всего они их советское командование в частности командование 6 гвардейской армии использовало не так как планировалось командующий 6 гвардейской армии частяков это общевойсковой командир пехотный командир и он ну там паника началась там командир корпуса его не совсем хорошо повел себя правильно но главное командующий армии 6 гвардейская он неправильно оценил ситуацию и по согласованию с Ватутиным как потом выяснилось неправильно использовал вот эти два танковых корпуса которые были подведены в его полу их нужно было танки закопать как предлагали командиры корпусов и встретить вот эту танковую лавину корпуса с места а он отдал распоряжение нанести лобовой удар то есть контрудар общий контрудар Сталин отменил а Чистяков предложил Ватутину провести мини контрудар все понятно да и вот получилось что большой контрудар не провели а малый контрудар провели в результате этого малого контрудара я имею ввиду грубо ну да конечно да в результате в результате 6 июля кинуть в концу 6 июля 5 гвардейский танковый корпус мощное танковое соединение которое прохлевало Прохоровку с запада с юго-запада попало в окружение и в ночь на 7 июля оно выходило из этого окружения в результате было потеряно значительное количество техники там 170 танков то есть больше около 75% бронетехники за сутки боя значительное число личного состава вооружения командного состава и так далее вот это цена неправильного решения и решение которое было принято в спешке думали что вот это опять же не до конца правильно оценили ситуацию оперативную во-первых все там были люди а людям свойственно теряться не важно что люди носят погоны с двумя звездочками или с большой звездой огромной не важно люди человек живое существо и он он теряется вот мне кажется что когда две танки две моторизованные дивизии СС 6 июля прорвали передний край второй армейской полосы в районе Яковлева и вышли на Прохоровское направление как планировал год решительным рывком у командующего 6 гвардейской армии войска которого удерживали вот это направление Яковлева ну сдали нервы понимаете то есть человек ему докладывают кроме того он начал получать информацию не соответствующую действительности от командира корпуса которые войска которого непосредственно обороняли Леон Яковлева Вахрамеева он запаниковал командир корпуса был молодым неопытным его только назначили на командование корпусом поэтому кроме того у него были проблемы с алкоголем там и так далее вот и когда лавина танковая лавина вот этой двухтанковой дивизии вышла на прохоровское направление то было было решено вот своими танковыми корпусами ударить по ней остановить вот испепелить вот сейчас а не получилось у Продолжение следует...